Бал – это именно то место, где в современном мире девушка может почувствовать себя дамой, а молодой человек – кавалером. Вот если честно, я не была первый-второй курс на балу, но первое впечатление сказочное, потому что все так украшено, я первый раз, и мне безумно нравится атмосфера, оркестр. Волнение. Легкое такое присутствие, потому что танцев довольно-таки много, и все из них простые. Но, я думаю, будет очень весело и интересно наблюдать за ними. Некоторые из них довольно-таки веселые. Веер вместо учебника, элегантное платье вместо будничного наряда. Разве можно этих галантных кавалеров и прекрасных дам назвать просто студентами, особенно после их выхода на паркет? В МГИМО традиция проведения балов существует около 15 лет. Как правило, их устраивают весной и осенью. В апреле этого года пройдет еще один бал – юбилейный, 30-й по счету. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов уверен в том, что дипломат с большой буквы должен уметь танцевать полонез так же хорошо, как и говорить на иностранных языках. Такого рода мероприятия приобретают все более осмысленный характер. И вот я могу сказать, что мне много и доводилось, и доводится сегодня ездить и бывать на всяких важных событиях. И вот танцы, в том числе бальные, становятся такой органичной частью очень многих мероприятий. На подобных баллах можно научиться не только танцевать, но и достойно держаться в обществе. В этом уверен и глава района. Так что вполне возможно, в вальсе скоро закружатся не только студенты МГИМО, но и все чиновники Одинцовского района. В процессе уже сегодняшнего мероприятия у нас у чиновников появилась идея сделать еще бал главы Одинцовского района, но будет одна изюминка. Все чиновники должны сами танцевать. Для этого нужно будет взять уроки определенные, чтобы выглядеть достойно. Студенты уверены, тот, кто грациозно и легко чувствует себя на танцевальном паркете, так же ощущает себя и по жизни. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания Одинцовского района.